Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с Дианой решили отснять такое видео, как проходит урок турецкого языка, чем он отличается от русского, что же они изучают на уроке турецкого языка, ну и какие задания они выполняют в классе. Расскажи, пожалуйста, Диана. Ну, сначала расскажу, что происходило на уроке русского языка, то есть моя старая школа, да, и вообще во все школы, в которой я училась. Урок русского языка, это, ну, получается, учим правила, да, какие-то там, получается, записываем правила в тетрадку, делаем по этим правилам задания определенные, мы домашние задания. Вот и все, весь урок русского языка, ничего особенного, думаю, да. Но здесь, здесь все не так. Как бы здесь, может быть, я мало учусь с тем, что я мало учусь, возможно, ведь пока что только второй месяц и третий, то получается, что только два раза было, когда мы изучали правила. Ну, серьезно, два раза за все вот эти вот три месяца, так как мне очень мало, почему, как бы по этим правилам была контрольная, да, но только некоторым. Все, во все же остальное время, я замечу, на уроках русского языка мы шли по вот этому учебнику, кстати. В этом учебнике идут задания, которые нужно выполнять. Задания относятся к тексту, по которому есть еще один учебник, да, по этому учебнику, получается, ты читаешь текст, да, там читаешь, после поперти, тексту должен выполнять те задания, которые есть в том учебнике. Я не знаю, где в этом учеба, как бы мне тут ни на никакой учебы. Задания, знаете, похожи на такое, типа, что же делал ёжик во время своей прогулки? Нет, смотри, значит, у них есть один учебник, в котором идут, типа, как тексты, где они их читают. Вот, допустим, тема, к примеру, тема, да, ататюрка. Идет текст, рассказ там об ататюрке, какая-то история. И затем в этом учебнике, который стоит на столе, там идет сколько приблизительно заданий? Ну, бывает, доходит даже до 9, как по мне, это много. И она задает всю эту тему на домашние задания. Вот, 9, допустим, заданий идет в виде таких, как бы, тестов, либо ответов на вопросы. То есть по тексту, который ребенок должен прочитать в том первом учебнике. Правильно я говорю? Да. Правильно. Вот сейчас давай мы сейчас, но у нас нет вот такого бумажного, да, как вот вот этот учебник. У нас такого нет. У нас есть только в электронном виде. Сейчас мы покажем в электронном виде, допустим, текст. И текст вот в этом учебнике. И какие задания. И Диана приблизительно объяснит. Того, что действительно, да, они изучают какие-то правила, да, грамматику, там, пунктуация и так далее. Да, здесь такого вот за, сколько, за три месяца практически, да, совершенно не наблюдается, если учесть то, что уже через месяц оканчивается первое полугодие. Хотя есть же другой, Диан, урок. Называется Язарлык, да? Да. И что на Язарлык? Там ничего особого. И как нормальный урок проходит этого урока, да, то есть мы сидим, она включает какую-то там, типа, спокойную мусочку, дети сидят себе свои книжки там читают и все. А так иногда, получается, идет он два раза. В четверг и в пятницу. В четверг Язарлык, это урок турецкого языка, не знаю, почему, получается, идет не два урока турецкого языка, а три, еще на один. Язарлык, это как дополнение, оно какое-то, как турецкое. Да, но по нему, кстати, тоже идут контрольные, недавно была, но я не знаю, в общем, тут... Еще они пишут сочинения, опять же, информацию возьмите из интернета. Вот такие вот... Да, ну нет, сочинения не обязательно. Я помню, как она однажды читала рассказ там, где участвовал герой. Главные его, кстати, звали Диана. Это был мальчик. Да. И получается, по этому рассказу, который она пришла, надо было детям дома сочинения. Да, то есть учитель читает в классе, а дома дети пишут сочинения. Ну, у нас как бы тоже такое было, но у нас это не было так часто. В смысле, вместо правил грамматики. Хорошо, давай сейчас мы покажем, допустим, ну, один из, скажем так, упражнений, да, то, что вы обычно делаете. Так, вот, посмотрите, мы открыли в электронном виде наш учебник. И, допустим, мы его пролистываем. Но это только у Дианы в электронном виде. У детей учебник бумажный. Просто мы... Вот гимн. Да, просто мы... Он есть во всех учебниках. Ясно. Просто мы, как бы, да, немножко пришли с опозданием в школу, и получилось, что у нас, как бы, учебник, как нам сказали, ну, достался. Вот ведется это. Вот, вот, допустим, да, вот все оно разделено по темам. Вот тема, например, про оттетерка. Ну, сейчас мы какую будем тему рассматривать? Тему мы будем рассматривать вот эту вот. Вот, вот, вот эта тема. Сейчас полстраничка. Эк-то плар. Вот, ну, вот здесь оно получается. Вот. Вот, допустим, да? Это стих, к примеру, да? Это стихотворение. Но есть текст. Значит, вот они читают это стихотворение. А в классе вы его читаете? Ну, не знаю. Как получится. Бывает, в классе мы читаем... Читаем какой-то обретенный текст, после него выполняем все задания в учебнике. То есть, как она делает? Она дает задание, ребенок сидит и его пишет, потом через пять минут она говорит, так, проверяем это задание. Она проверяет его. Супер, конечно. Ну, хорошо. Вот, допустим, одно из заданий, да? А ну, прочти. Нет, название, название. Жан-йолу дашима мэк-ту плар. Мэк-ту плар. Все, вот. Мы читаем, как делаем мы, да? Читаем, переводим и переходим к учебнику. Вот он. К этому учебнику. Вот здесь идет, опять же, эта же тема. Тема, которую мы, кстати, почти делали, да? Она уже была. Да, это мы с Дианой как смогли, так и сделали. И вот к нему идет первый вопрос. Затем второй в виде таких тестов. Третий. Вроде это задание. Это задание, да. Четвертый. Вот пятый вопрос, да, который подразделяется на, вернее, пятое задание. И вот вопрос один, два, три, четыре и пять. То есть, да, вот все эти вопросы по тексту, на них нужно ответить. Они совершенно не связаны ни с какой грамматикой. Просто, как я это называю, работа с текстом. Переворачивая. Но вот здесь, вот, например, восьмое задание было, что связано с грамматикой. Вот шестое, опять же, вот так вот. Седьмое. А вот, да, вот вопрос по грамматике. Но опять же, вот здесь, здесь идет замена, да? А, нет. Ямек, ямоктем. Это, а что это за тема, не знаешь? Это, наверное, типа местный падеж. Ну, наверное, наподобие. Получается, для последнего задания, 9 заданий, как по мне, это очень много. И вот 9. Вот это все нужно перевести. Конечно, это очень тяжело. И вот здесь вот повставлять все. Все работа по тексту. Ну, конечно, турецкий язык, вот, нам здесь дается, но очень тяжело. Вместе, кстати, с историей. История тоже тяжела. История тоже очень тяжела. Биология Диана как-то понимает хорошо. А эти, конечно, вот эти вот уроки нам даются как бы нелегко. Ну, в принципе, вот это вот все, да? Ну, вот, дорогие друзья, мы вам показали разницу, да, между, как проходит турецкий язык в турецкой школе и между русским языком, который проходит у нас, допустим, в украинской школе, да, либо вот, я знаю, в российской школе. Так что, конечно, здесь на уроке турецкого языка правил совершенно нет, грамматики практически нет. Да, пишут они небольшие сочинения, маленькие, там буквально из 20 предложений по заданной теме. И очень много, если они не работают, да, Диана, с учебников, то очень много обращений к интернету. Да нет, я это не сказала. Ну, почему? Ну, помнишь, мы делали... Обращений к интернету нет. Что? Когда тогда мы искали в интернете правила, вот то, когда было у вас несколько занятий по грамматике. Мы искали в интернете правила, потому что у нас не было правил. Ну, не было правил, а где же они есть? В учебниках-то их нету, вы посмотрите, что... Потому что этот учебник не соответствует ничему. Я не знаю, для учебника каких-то деревьев, я не знаю, как его назвать. Это учебник не для шестого класса, это для первого класса, честное слово. Учебник, короче, ну, да, интересная, конечно, метод преподавания, так, без напрягов. Я считаю, что если турецкий ребенок вполне разбирается, прочел, сел, ответил на задание, вообще тут большого ума не нужно. Правильно? Да. Так что... Ну, вот так вот. Так что мы вам немножечко просветили. То есть, ну, мы рассказываем, Диана рассказывает на тот уровень, да, вот, да, три месяца она почти учится. И вот то, что мы, как говорится, вынесли на себе и на своей практике. То, что происходит в других школах, да, как проходят другие занятия турецкого языка, мы этого не знаем. Мы рассказываем, как в нашей школе. Всем спасибо большое за просмотры. Пока-пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»